Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях четверга вам расскажу я, Ольга Алексеева, и корреспонденты национального телевидения «Чуваши». Смотрите сегодня. Доходы и расходы. Государственный совет «Чуваши» рассмотрел итоги исполнения бюджета за прошлый год. Деньги на буренку. Владельцы дойных коров стали получать субсидии. Доктора бьют тревогу. По данным Минздрава, в республике наблюдается рост детского травматизма. Госсовет «Чуваши» рассмотрел итоги исполнения бюджета республики за прошлый год. Это стало главным вопросом повестки очередной сессии республиканского парламента. Основные цифры, без которых невозможно представить себе главный финансовый документ, в нашем материале. Республиканский бюджет за 2019 год по доходам исполнен в объеме почти 59 миллиардов рублей. На 9 миллиардов больше, чем в позапрошлом году. 96% собственных доходов – налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Республика активно участвует в реализации федеральных проектов, благодаря чему обеспечивается ежегодный рост трансфертов из федерального центра. В 2019 году объем безвозмездных поступлений превысил 25 миллиардов рублей. Расходы республиканского бюджета составили 55 миллиардов 200 миллионов. И основная их часть традиционно пришлась на образование, социальную политику, национальную экономику и здравоохранение. Большую долю расходов республиканского бюджета составили расходы на образование. Это 17 миллиардов 525,4 миллиона рублей. Это 31,8 процента. Расходы были направлены в более 9,5 миллиардов рублей. 56% расходов на финансовое обеспечение, госгорандикации, право бесплатного дошкольного общего образования. Расходы на социальную политику в прошлом году увеличились на 7% и составили 13 с лишним миллиардов рублей. Основные направления – поддержка материнства и детства, пожилых людей, помощь малоимущим. Чтобы представить нагляднее, можно сказать, что расходы на одного жителя республики составили 11 тысяч рублей. Следующим важнейшим разделом является раздел здравоохранения. Общий объем расходов по данному направлению – 4,75 миллиарда миллиона. С учетом расходов из территориального фонда обязательного страхования – 15 с половиной миллиардов рублей. На эти средства были капитально отремонтированы 40 зданий организации здравоохранения. Приобретены 18 передвижных медицинских комплексов, автомобили скорой медпомощи и скорой неотложной помощи для новорожденных и многое другое. Только в 2019 году на модернизацию оборудования и ремонт зданий учреждений культуры направлено более 400 миллионов рублей. В рамках подготовки и празднования 100-летия образования Чувашия выполнена работа по ремонту и реставрации 30 объектов культуры. В развитие реального сектора экономики вложено около 16% годового бюджета республики. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса по сравнению с 2018 годом увеличилась в 5 раз и превысила 600 миллионов рублей. Рост инвестиций в основной результатов состоялся в 5,5%. Среднемесячная номинальная зарплата выросла на 109,6%, а также выше, чем по Российской Федерации. Реальная зарплата выросла почти на 4%. Государственный долг Чувашской республики за 2019 год снижен почти на 20%, до 10,5 миллиардов рублей. По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республика входит в тройку регионов Приволжского федерального округа, имеющих наименьшую долговую нагрузку. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Национальные республики Российской Федерации почти одномоментно в 20-е годы прошлого века получили статус автономий. Кто-то уже отпраздновал столетние юбилеи, кто-то только собирается. На заседании Совета Федерации России шла речь о государственной национальной политике, в том числе и о том, как реализуется она в Чувашии. Главным докладчиком стал первый президент республики Николай Федоров, но начал он не с цифр, а со стихов. Знаете ли вы страну такую древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такуют, словно песней сердца околдуют, где, коль праздник, от души ликуют, коль работа, гору дай любую. Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов, у которого сто тысяч песен и сто тысяч вышивок цветет? Николай Федоров рассказал коллегам о родной республике, историю ее создания, вспомнил тех, кто в разное время составил славу и гордость чувашского народа. Для Чувашии, как и для всей России, главным богатством были и есть и будут люди, и мы гордимся нашими земляками, конечно, украсившим Санкт-Петербург архитектором, создателем или одним из создателей знаменитой ограды летнего сада Петром Егоровым. Первым российским китаеведом Никитой Бичуриным, кораблестроителем, академиком Алексеем Крыловым, всемирно известным поэтом Геннадий Майги, покорителем космоса Андрианом Николаевым и его младшими звездными братьями, которые тоже получили путевку в жизнь в Чувашии. Это Николай Бударин и Мусам Монаров. Коллеги, какая у нас замечательная страна, да, просто потрясающая. Хочется еще раз искренние слова поздравления передать всем жителям Чувашии, поблагодарить их за их созидательный труд, за то, что они так бережно охранят традиции, корни, истоки. И вас, Николай Васильевич. Сегодня в Рио главы Чувашии Олег Николаев побывал в Санкт-Петербурге и Москве. В городе на Неве состоялась рабочая встреча с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густавым. Были обсуждены вопросы к газификации Чувашской республики. На эти цели российская компания выделяет почти 230 миллионов рублей в приоритете строительства сетей в Заволжье. В Москве в Министерстве экономического развития Российской Федерации речь шла о возможности создания новых территорий, опережающего социально-экономического развития в Чувашии. В Новочвоксарском и Ринском посаде открылись народные штабы в поддержку Олега Николаева на пост главы Чувашии. Поддержать кандидата пришли те, кто разделяет его видение социально-экономического развития республики и, несомненно, ему доверяют. Сегодня Олег Николаев единственный кандидат, представивший избирателям программу конкретных действий по преодолению последствий кризиса и выхода Чувашии на новый уровень социально-экономического развития. Уже в первые месяцы на посту руководителя республики, действуя в трудных условиях пандемии, он показал личным примером умение и желание объединять людей ради общей цели. Когда он был депутатом Государственной Думы, он был назначен представителем по комитету по национальности большой нашей России. Это не просто так, национальная Россия. Это говорит о том, что это человек авторитетный, человеку, который доверили на федеральном уровне. Поддержать Олега Николаева собрались люди разные по статусу и по возрасту, но их всех объединяет стремление к переменам. Он обращает внимание на молодежь, он объединяет вокруг себя все политические силы, все возраста. Мы молодежь и я как представитель молодежи в городе Новочебоксарска, мы его поддерживаем. Нам очень нравится его стремление объединить все политические силы в республике. Наверное, это в дальнейшем послужит большим толчком для развития республики как в экономическом, так и в политическом плане. Программы фонда моногородов, сельское хозяйство и туристическая сфера. Так определил точки роста Мариинско-Посадского района Олег Николаев во время рабочей поездки. Эти направления развития поддерживают и жители Мерпосада. Он начал много интересных проектов в своей деятельности. И когда пришел на аврию главы, показал себя очень деятельным человеком. Поэтому, я думаю, этот девиз «Перле вместе» – это замечательный девиз. Мы должны все вместе понимать, что нашей Чувашии нужен глава, который будет созидать вместе с нами, думать вместе с нами, стараться сделать нашу Чувашию краше и лучше. Напомним, по данным Центра избиркома республики, свои кандидатуры на должность главы региона выдвинули уже 9 человек. В их числе 4 представителя партии и 5 самовыдвиженцев. Сейчас они проводят встречи на муниципальных площадках, чтобы заручиться поддержкой депутатов органов местного самоуправления. Деньги на буренку. В Чувашии владельцы подсобных хозяйств, в которых содержатся дойные коровы, начали получать субсидии. Правительство республики решило помочь сельчанам в период так называемого «большого молока», когда падают закупочные цены. Наша съемочная группа отправилась в деревню Большой Акозино Мринско-Пасадского района и встретилась с семьей, которая получила выплаты. В хозяйстве Худой Назаровых 8 дойных коров – телки, бычки и овцы. Сегодня утром сдали 68 литров молока. Вчера было 80. На дуине стабильной зависит от многих причин, даже от температуры воздуха. Но летом все же молока больше. Каждый день Фаэна Витальевна и ее муж выходят пасти стадо. Сатур Саитович рассказывает, что одну корову держать невыгодно. Чем больше, тем лучше. А если еще и государство помогает, то количество можно увеличить в разы. Ну, сейчас, например, 8 коров, когда 14-15 рублей было, 30 слишком рублей у нас каждый месяц. Но сейчас где-то 28-29 рублей тысячи получается. У меня уходит 9 тысяч на корм скотина. Но остальные себя, он детям, он тоже учится. Поэтому я держу скотину, чтобы они учились. Не будет скотины, деревня умрет, говорит Фаэна Витальевна. Молодежь разъедется, не будет развития. Сейчас поголовье коров в деревнях заметно снизилось. Многие их продают, так как держать в хозяйстве крупный рогатый скот непросто. Целый день ведь на ногах. Приготовить, накормить, убрать, подоить. Да и другие летние заботы никто не отменял. Зимой вышел, покормил, напоил, навоз убрал. Еще отдыхать можно. Ну, вот сейчас летом, когда-то сенокос. Вот это время очень трудно собереть. Вот мы вдвоем, с женой. И у сына жена есть. Он дочка, она помогает. Жители Октябрьского сельского поселения одними из первых в республике оформили заявление. Субсидии уже получили собственники 61 коровы. Из республиканского бюджета им выделили 244 тысячи рублей. Сейчас на очереди выплаты собственникам еще 40 коров. Приходят заявление писать и говорят, вот очень большое спасибо. Это компенсации, это как раз то же самое сено заготовить, компенсация. Тот же компикорм купить. Я надеюсь, может, люди все-таки начнут приобретать крупный рогатый скот. Всего такой формой поддержки планируется охватить 22 тысячи подсобных хозяйств. В их собственности находятся более 56 тысяч коров. Из бюджета республики будет выделено 185 миллионов рублей. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Республика. Одной из серьезных проблем сельхозтоваропроизводителей стал сорняк под названием борщевик Сосновского. За короткое время он завоевал большие территории. Борьба с ним – одна из задач специалистов. Естественных врагов у него нет. Ни страшные ему ни перепады температур, ни засуха. При благоприятных условиях на первый год он сформирует розетку листьев, а на второй его стебель может достигнуть трех и более метров. Это бывшее культурное растение, опасное и живучее. После контакта с борщевиком на коже могут появиться сильнейшие ожоги. В этом году он распространился на 300 гектарах, а это на 100 больше, чем в прошлом. Если проблему оставить без внимания, то в ближайшие годы 10-15% земель будут засорены этим вредоносным растением. Проводится постоянный мониторинг полей и земель сельских поселений, также других земель. Постоянно ведется наблюдение. Распространение большое получило таких районов, как Батарский район, Яльщики, Порецкий район, Ядринский районы и другие районы. У нас в республике такой системной борьбы не ведется с борщевиком. Ведется локально, только силами сельских поселений, сельхозпредприятий и крестьянских и фермерских хозяйств. На один гектар где-то 40-50 тысяч рублей. Конечно, современная наука предлагает разные способы борьбы с опасным сорняком и выбирает их, опираясь на созданные карты засоренности. Можно комплексно применять механический метод и химический метод. Химический метод – это обработка с гербицидами. Гербициды должны быть разрешены на территории Российской Федерации согласно строго регламенту и зашитных костюмах. Главная задача – не дать зацвести и образовать семена. Свой метод предлагает житель Канажского района Сергей Скворцов. Он считает, что засоренные площади надо выжигать. А чтобы вернуть земле плодородные свойства, участки надо заливать донными отложениями с водоемов. Он даже запатентовал для этих целей свое изобретение – устройство для чистки водоемов. Среднейший способ на данный момент – это огнем выжигать борщевик и заливать выжиганную землю донными отложениями. Очень хорошо было бы в водоохранных зонах. В водоохранных зонах вообще нельзя применять химикаты. Таким образом, автор патента надеется решить сразу две экологические проблемы – очистить территорию от вредного сорняка, а водоемы – от донных отложений. Для составления бизнес-плана он ищет команду единомышленников. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов. Республика. Лето, солнце, Волга, пляж. Жара так и манит людей к воде. Но не стоит забывать, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Соблюдайте правила безопасности при нахождении на водоемах. Купайтесь только в проверенных местах на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Не забывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания. Не оставляйте детей в воде без присмотра взрослых. Будьте осторожны и ответственны. Соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Третий день стоит аномально жаркая погода. Горожане устремились на пляжи. МЧС объявила оранжевый уровень опасности. Для любителей отдыха на солнце это чревато возможными солнечными ударами. Если все-таки произошел солнечный удар, то необходимо, первое, вызвать скорую медицинскую помощь. Второе, переместить пострадавшего в тень, в прохладное место, положить его, расстегнуть стесняющую одежду, под голову положить валик или подушку, если это возможно. Если человек находится в сознании, то необходимо ему выпить прохладной воды. Еще одна опасность, которую таит в себе отдых на воде – купание в необорудованных местах. С апреля по июль этого года в водоемах Чувашии утонули 14 человек. Вот последние дни очень часто мы начали людей вытаскивать из-под воды утонувших. Последние два дня вот четыре человека. Это вот Маргаушский район два человека и Урмарский район два человека. 14 случаев, которые утонули – это все места, где запрещено купаться, не обследовано. И места не проверены водолазами. Из 14 могу сказать, что 9 утонули в нетрезвом состоянии. Немалую опасность стоят в себе и водные транспортные средства. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил передвижения по воде и о том, что садиться за руль водного автомобиля в нетрезвом виде нельзя. Богдана Дойникова, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Бахтияр Велиев, Республика. Статистика детского травматизма этим летом неутешительна. С момента снятия ограничений на прогулке количество суточных обращений в травмпункт увеличилось почти в четыре раза. Ситуацией в Республиканской детской клинической больнице познакомилась наша съемочная группа. Лето – самый травмоопасный сезон для детей. Школьники на каникулах. Впереди месяцы прогулок, забав и развлечений. Но зачастую самые безобидные игры и шалости могут обернуться серьезными травмами и нанести урон здоровью ребенка. В это время работа на грузку увеличивается, потому что поступают дети с очень серьезными травмами. И, как правило, эти травмы дети получают часто из-за того, что взрослые уделяют мало времени, мало внимания. Семилетний Вадим Фомин в отделении травматологии уже в третий раз. После двух неудачных переломов руки, для того, чтобы кости срослись правильно, врачи установили ему временную металлическую спицу. Сегодня ее благополучно удалили. Маленький пациент чувствует себя хорошо. Надо быть повнимательней, следить за ребенком постоянно и предотвращать эти неудачные падения. Есть и более серьезные случаи. Дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайные происшествия на воде, укусы ядовитых змей. Тогда пострадавшие напрямую попадают в реанимационное отделение. У нас в настоящее время есть дети, которые получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Мы им спасли жизнь, но как они восстановятся, пока еще неизвестно. Потому что, возможно, у них останутся какие-то проблемы, остаточные со здоровьем. Для того, чтобы не пополнить печальную статистику, врачи настоятельно рекомендуют родителям внимательнее относиться к своим детям. А детям не забывать о правилах безопасного поведения. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Чтобы обеспечить безопасность в будущем учебном году, Минпросвещение России предлагает отказаться от праздничных линейок в обычном формате. И не только. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все массовые мероприятия в школах, а также детских садах, кружках, должны быть отменены до начала 2021 года. Екатерина Лапина, мама будущей первоклассницы, поддерживает данные меры. Ну, не будет у нас первый раз в первый класс, как у всех. Будет немножко по-другому. Я считаю, что время сейчас такое, что это нормально. Глава Комитета Госдумы России по образованию и науке Вячеслав Никонов считает, что, собственно, сам образовательный процесс должен вернуться в обычное русло. Однако, при этом надо стараться максимально сократить контакты между обучающимися разных классов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сейчас вроде как говорят, что учебный процесс будет. Это хорошо. Я считаю, что первый класс провести дома я не вижу возможным. Поэтому это хорошо. Но придумали такую систему, что дети сидят постоянно в классе, перемены у всех в разное время. Это правильно. В условиях пандемии это правильно. Чтобы не было лишних контактов, чтобы не было вспышек, болезни. Я считаю, это хорошо. 1 сентября в школах проведут диагностику знаний учеников по итогам дистанционного образования. Оценки за такую диагностику выставлять не будут. Но педагоги хотят понять, не повлияло ли дистанционное обучение на уровень знаний. А если это случилось, внести коррективы в свои образовательные планы, чтобы наверстать упущенное. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Воспитанники столичного кванториума, финалисты Всероссийского научно-технического конкурса «Интера». С начинающими программистами познакомилась Юлия Важенина. Ходить, танцевать и говорить, научить робота выполнять разные действия – задача программистов. С ней прекрасно справляются Никита Кабаненко, Данила Малинин и Владимир Деревянных. Это победное трио Чебоксарского кванториума. С января начинающие программисты страны соревновались между собой. Ребята через коммуникационную площадку «Зум» презентовали свои наработки, защитили проектную часть, ответили на вопросы экспертов, что действительно это они делали, это не педагог. Беспилотные летательные аппараты, композитные материалы, космическая разведка. Всего участники соревновались по восьми направлениям. Наши программисты работали в треке «Морская надводная робототехника». Мы выбрали ее, потому что там можно было реализовать задачи с помощью языка «Сипус-пус». Мы умеем на этом языке писать, и нам это далось легко. В этом конкурсе было два задания. Первое задание заключалось в том, чтобы рассчитать расстояние между двумя точками, учитывая, что Земля имеет форму шара. Вторая задача предполагает, что надо найти минимальный путь между пяти точками. Решение задач давалось около двух недель. Вова заинтересовался созданием компьютерных программ благодаря папе. Он тоже программист. Я долгое время работал удаленно. У меня на работе всегда были компьютеры, детали, машин. Мы с ним разбирали игрушки, смотрели, как они устроены. Я очень рад всем его достижениям, стараюсь поддерживать его в его начинаниях. И Вова, и Данила в будущем хотят стать инженерами-программистами. Мне нравится в этой профессии, что можно работать откуда угодно. Я хочу стать инженер-программистом по языкам стилус и джава. Мне нравится программирование тем, что можно создавать разные программки, которые могут помочь себе для решения каких-нибудь других задач. Сейчас ребята вовсю готовятся к финальным соревнованиям. Они пройдут заочно и стартуют 15 июля. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Молодежный форум Приволжского федерального округа и Волга все же состоится, но в дистанционном формате. Уже дан старт заявочной кампании. Ограничительные меры рушат привычные формы, но только нежелание ребят заниматься проектной деятельностью. На сегодня эта форма воплощения в жизнь своих инициатив стала самой востребованной. Эксперты рассмотрят все заявки и одобрят финансирование самых лучших. Каждая из четырех смен имеет свое содержание. Об этом говорят сами названия «Наша победа», «Мой бизнес», «Территория для жизни», «Наука» и «Цифровые технологии». В рамках форума пройдут два грантовых конкурса фонда «Содействие развитию институтов гражданского общества» и Федерального агентства по делам молодежи. Чтобы принять участие в форуме, нужно зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» до 20 июля 2020 года. Если заявка будет принята, зарегистрироваться на официальном сайте форума и волгафорум.ру. Это были новости четверга. До свидания.